Молодая наука на благо региона. Три дня в Ивановском политехническом университете проходит под знаком Межвузовской научно-технической конференции «Молодые ученые. Развитие национальной технологической инициативы». В этом году в ней принимают участие два десятка университетов, а также научно-производственные компании. Помимо Иванова представлены такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Владивосток, Витебск, Минск. В общей сложности, с учетом авторов заочных докладов, ожидается участие порядка 700 человек. Эта конференция традиционная для политеха, конференция «Поиск». Буквально какое-то количество лет назад она расширила свои горизонты, и сегодня устремления молодых ученых направлены на решение тех вызовов, тех задач, которые нам диктует национальная технологическая инициатива. И география этой конференции, и количество участников, и качество тех научных докладов, которые представляют ребята на секциях конференции, безусловно, заслуживают того, чтобы стать проектом, или проектами, совокупностью проектов, для достижения стратегически важных задач развития социально-экономического развития страны. Конференция проводится ежегодно, начиная с 2000 года. За это время сформировался круг постоянных участников. А сама конференция приобрела мультидисциплинарный характер благодаря работе 14 секций. Одна из них называется «Технологические процессы и комплексы в строительстве». У нас очень много докладов посвящено коррозии строительных сооружений, бетона, железобетона, потому что у нас в ВГПУ большая научная школа, академик РАСН Сергея Викторовича Федосова, в которой посчастливилось работать и мне. И мы вот уже более 20 лет этими вопросами занимаемся под эгидой Российской академии архитектуры и строительных наук. Далее у нас сегодня девушка выступала с докладом по развитию дорог, дорожной структуры Ивановской области. Есть доклады, посвященные новым инновационным наноструктурированным композитным материалам. В этом году представлено порядка 300 докладов. Лучшие из них смогут участвовать в конкурсе грантов. Важно, чтобы тема научной работы была действительно актуальной. Прежде всего, это информационные технологии, это современное направление, новые материалы. И нужно сказать, что мы уже имеем опыт участия, у нас несколько было победителей этого конкурса. Поэтому очень надеемся, что мы и в этот раз будем в числе победители. По итогам конкурса молодые ученые смогут претендовать на грант в размере 500 тысяч рублей. Благодаря этой поддержке амбициозные проекты смогут принести практическую пользу. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Два установлены степени.